4 августа 2020 год, 2.02 по Киеву. Ух, как много долгок она в дате и времени. Все время я начинал съемки тест Сатурна, тест Юпитера, как с объектом, на который тяжело навестись. Но поскольку сегодня у нас полная Луна, вернее вчера вечером было, несколько часов назад, и по сей пору продолжается. Понятно, что никаких терминаторов еще не видно. Луна абсолютно полностью освещена и выглядит великолепно. Почему не начать с нее? Тем паче в 2 часа ночи выперся под окружную ради того, чтобы снять в одном дубле Юпитер, Сатурн, Луну, Марс и Венеру. На востоке то, что было еще несколько часов назад легкой дымкой, которая даже визуально не ощущалась, не наблюдалась. А я просто по аппаратуре, по работе фотоаппарата понял, что есть какие-то препятствия для съемки. Какая-то дымка мешает четко показать полосы на Юпитере, например. Эта дымка превратилась в полноценную облачность. И сейчас я не вижу даже встающие Венеры на востоке. Да, в комментариях тоже пишут, что что за планета встает в 2 часа ночи на востоке. Это не Марс. Сейчас я покажу, где Марс. Он сейчас в зените, нельзя сказать, в зените над головой, но он на пике своего подъема над горизонтом. А Венера? А Венера только сейчас будет над горизонтом появляться. Я оставлю ненадолго, чтобы увидеть, как движется Луна относительно Земли. Земля вращается относительно Луны, как угодно. О, все, я увидел Венеру. Вот же, может, надо проникнуть. Посмотри даже сквозь. Облака пробиваются ее в свет. Очень большая яркость. Это третий объект по яркости. После Солнца и Луны на небосводе земном. Ладушки. Сейчас как раз со штатива ее еще не видно. Только с моего роста, с высоты можно уже ее увидеть над посадкой. Пока снимем. Скоро спрячь Юпитер и Сатурн, которые скоро спрячутся. Которые скоро спрячутся. Захарьковские гаражи. Получится там спутники разглядеть. Получится, вижу их. Вот недавно уже точно. Продолжение следует. Конечно, четкость уже не та, как была при съемках в 11 вечера, когда Юпитер был на пике подъема. Резкостью пытаюсь навестись получше, что-то выцарапать. Мягкая после дождей земля проваливается штатив. Так, у нас теперь справа от Юпитера вниз стремительно направляется Ганимед. Вот, вообще касается Юпитера, но уже с правой стороны Европа, она за эти пару часов сделала финт, то есть она заходила за Юпитер слева, теперь она от него справа выползает. Из-за Юпитера справа Европа, сейчас терпим, ждем. Так, вот эта большая белая клякса справа от Юпитера Ганимед, самый большой его спутник, размером, между прочим, с Марс, как я недавно выяснил. Ну и пупырышком, в том же направлении, вздутием на Юпитере должно выглядеть на экране Европа. А слева два спутника, Ио и Калиста замыкают. Все, дальше уже будет вообще плохо снимать. Все в более и более плотные слои атмосферы заходит. Будет Юпитер, и дальше будет вообще все блекло. Да, облачность, конечно. Похоронила надежду опять снять Меркурий. Недавно таки, наконец-то, я его снял, прямо с балкона. Месяц за ним охотился, и вот, наконец-то, Меркурий вчера впереди гелии был. То есть, наиболее близком расстоянии к Солнцу. Следовательно, наилучшим образом освещен, наиболее яркий. Так, ну, хватит про Меркурий. Целюсь я в Сатурн. Целюсь я в Сатурн. Все, уже развернулась с амбрера вниз. Опустил наш мексиканец голову долу. И топает домой. За горизонт. Даже, наверное, не буду пытаться с резкостью что-то сделать. Потому как, ну, чем ниже к горизонту, тем плотнее атмосфера Земли. Плотнее и сама по себе, и больше в ней загрязнение от жизнедеятельности. Антропогенного от жизнедеятельности человека, да и просто от ветров. От пыли, поднятой ветром, не обязательно антропогенной. Так, миллиард четыреста триста сорок девять километров, миллионов до Сатурна. Шестьсот двадцать девять миллионов километров до Юпитера. Поехали теперь на Марс. Последние несколько раз что-то сильно расстраивало, не хотел попадать в кадр сразу. И сейчас будет расстраиваться. Ты посмотри. Что ж такое? Что ж за сложности с наведением на Марс? Он, конечно, высоко над горизонтом, но просто физически неудобно на него наводиться. Я задрал голову вверх, но настолько в каком-то видео минуты три трачу на то, чтобы хотя бы на секунду его в кадр поймать. На пару секунд. О! Ну, спасибо. Услышал мои стенания. Вот он, Марс. Девяносто три миллиона километра сейчас до него. Сатурн, Юпитер от нас удаляются. Зато Марс к нам приближается. Видимо, с этим связано такое обилие миссий, которые отправлены нынче на Марс. Там американцы, китайцы отправили. Всё. Достаточно Марса. Вон она уже даже со штатива наблюдается Венера. Ну, она практически лежит ещё на горизонте. Буквально касаясь веток деревьев. Да, и ответ на вопрос. Она первая на Западе. Звезда нет. Венера имеет такую особенность. Так, сейчас резко сейчас ищу-чу-чу. Попытаюсь найти что-то получше. Венера имеет такую особенность. Она первая на небосводе появляется на Западе весной. Ну, по крайней мере, в этом году точно так было. В марте я её видел. Только купил фотоаппарат. Вот этот. Как раз начинал снимать Венеру на Западе после захода Солнца. И даже в мае ещё при заходе Солнце ещё не село. Но уже касалось горизонта, сказывалось к горизонту. А Венера уже была видна высоко над Солнцем. Чуть выше. Тоже склонялась к западу. То есть, тогда Венера была на Западе. И садилась за Солнцем. Сейчас, в августе, она встает перед Солнцем на Востоке. Но она по-прежнему самый яркий объект после Солнца и Луны. То есть, даже Юпитер, который гораздо больше не сопоставим по яркости. То, что я в марте снимал, там, конечно, это всё было распылось, это засвечено. Ну, так, ну всё. Как бы план минимум выполнен. Сняли Юпитер, Сатурн, Луну, Марс, Венеру. Жаль, конечно, что область нас маленько подпортила. Весь интерес. Всю картинку, но спасибо, что хоть так раз глядели. Сейчас буду заканчивать дубль, сниму ещё в других настройках. Может, будет как-то повеселее. Конечно, Сатурн и Юпитер уйдут пониже. Но зато Венера у нас поднимется вверх. Будет получше видна. Кратер Платона. Сейчас как раз должен кратер в кадр. Да, ну и абсолютный штиль. И даже, по-моему, некоторые комары пошли спать. 2.18 по Киеву, в Харькове. На 50-й параллели северной широты. И вот он у нас. Слева в кадр влез Аристарх. Кратер замечательно выглядящий. Один из самых молодых кратеров на Луне. 60-й миллион. Скоро в школу. Ладушки. Будем другие настройки делать. 4 августа 2020 год.